Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, я Майя и это мой новый стендап. Я тут заметила, что ни в одном фильме про собаку нет злой собаки. Все фильмы про собак добрые. Она всегда спасает или ловит преступников. Нет страшных фильмов про собак. Например, Рекс-Потрошитель. Это же очень страшно звучит. А в жизни на заборах табличка «Осторожно злая собака». Злая, потому что в кино нельзя ли сниматься? Получается, что все кинологи обманывают собак. Собаки настраиваются на кино, а потом бах, выпускной. И у тебя диплом сторожевого пса. Плюс одна злая собака. Я вообще считаю, что таблички нужно выпускать с разными прилагательными. Собаки очень многогранные. Например, табличка «Осторожно, очень индифферентная собака». Тогда грабитель перед домом остановится, задумается и начнет гуглить. Увлечется. Займется саморазвитием. Одни плюсы. Часто говорят, что собаки-братья наши меньшие. Ну, а вес английского мастифа 150 килограмм. У меня сестренка весит 10 раз меньше, чем этот мастиф. Это получается, что мастиф будет как 10 сестренок? Да такого воина ждом точно не выдержит. В общем, если бы я была собакой, я бы хотела сниматься в кино и играть драматические роли. Выйть или не выйть? Вот в чем вопрос. Заметила, что у каждого в классе среди мальчишек есть такой хулиган, который своих не сдаст. И ВПР не сдаст. У него обычно одна тетрадка на все предметы. Пустая. Это такой пацан, который тебе в плечо ручкой больно в плечо тыкнет. Ты оборачиваешься, а он такой, а это не я. Это Иванов. А вы как бы с ним в лифте едете? Вдвоем. На вопрос в школе, кто положил мне кнопку на стул, учительница никогда не получит ответа. Потому что школьные хулиганы не живут по принципу, пацан сказал, пацан сделал. А по принципу, пацан сделал и никому ничего не сказал. Еще у каждого в классе есть парочка хулиганов, которые постоянно всем переворачивают портфели. Но я придумала лайфхак. Я просто жду, когда они будут опять пакостить. И вместо того, чтобы перевернуть мой портфель, они будут возвращать его в исходное положение. Пользуйтесь. Недавно посмотрела сериал про фейчик Винкс. Там главная героиня владеет магией огня. Угадайте, кто злодей в этом сериале? Да не, не огнетушители. Злодеи это сожженные. Это то же самое, если бы сделали сериал, в котором главный герой это сериальная машинка, а враги это чистые вещи. Вообще, феи крутые. Они управляют водой, воздухом, огнем. Как ЖКХ? Только справляются лучше. Но я уже поняла, что выросла из всех этих фейчиков. Все чаще смотрю что-то такое философское, глубокомысленное. Например, старые серии смешариков. Я модный частный детектив. Я слежу за моды постоянно, потому что эта мода меняется каждый сезон. Очень люблю всегда покупать что-то новенькое. Кстати, никогда не забывайте проверять, отцепили ли магнит на кассе. А то на выходе из магазина срабатывают пикалки. Я называю это одеваться по последнему писку моды. У меня дома есть некрасивая вилка. И каждый раз, когда я роняю ее на пол, ко мне в гости приходит моя некрасивая подруга. Ну как же еще ей объяснить, что дред в 2021 году это не модно. А еще у меня есть одна подружка, которая давала свое плачо поносить. Она его так и не вернула. Сказала, что она уже вышла из моды. И вышла из чата. Вообще девушкам в России очень тяжело. Вот первое слово, которое ассоциируется с модой, это приговор. Мода вообще очень странная. Есть юбка в пол, а нет юбки в потолок. Ну, для космонавтов. А если заточить юбку-карандаш, то получится мини-юбка-карандаш. Но стендапом я занимаюсь не потому, что модно, а для себя. Это как любимое платье, которое ты оденешь вне сезона. Просто потому, что оно тебе очень подходит. У меня на этом все. Спасибо. Спасибо всем за просмотр. Ну что, ребят, на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, какая шутка вам понравилась больше всего. Ну, с вами была я, Майя. Подписывайтесь, ставьте лайки, дзынькайте колокольчик. До новых встреч!